Мир книги, путешествия без границ. Благодаря ей мы можем оказаться в любом месте, переместиться во времени и даже пространстве, сделать и увидеть то, что не смогли бы в реальности. Книга – источник знаний, отличный психолог и собеседник. 9 октября в России празднуют День чтения. Впервые его стали отмечать в 2007 году. Тогда, 24 ноября, была принята национальная программа. С тех пор во всех регионах в это время устраивают различные мероприятия, пропагандирующие чтения. Библиотека Маяковского не стала исключением. Мы начали отмечать этот день, скажем так, задолго. До накануне у нас, 6 октября, прошел семейный книжный выходной с «Миру по сказке». Это, опять же, возрождаем традиции семейного чтения. Семейные команды путешествовали по библиотеке, по разным площадкам, вспоминали сказки со всего света, с удовольствием играли, решали различные головоломки. 27 сентября у нас прошел всероссийский литературный диктант. И сегодня в 6 часов будет подведение итогов. Непосредственно в Всероссийский День чтения тоже предлагаем нашим посетителям стать участниками нескольких литературных игр. В холле библиотеки посетители смогли проверить свои знания. Игра литературной жмурки окунала взрослое поколение во времена сдачи экзамена по билетам. По небольшой аннотации или ключевым моментам нужно было определить произведение и его автора. Гости участвовали в Блицопросе по классике, отгадывали стихи по строчкам в облаке слов. Предлагаем нашим читателям вытащить себе оценку от 1 до 5. И, соответственно, в зависимости от того, какую оценку они вытащат, такое задание их ждет. Например, если вытащить единичку, то нужно будет назвать книгу по анонсу. Достаточно любопытное задание. Представим, что сейчас же на сайтах, в газетах какие-то анонсы. Вот вы увидели анонс, о каком произведении идет речь. Если вытащить цифру 2, то предложим восстановить название. Читатели успешно справились с большинством заданий. По словам сотрудников библиотеки, среди соровчан много постоянных посетителей. Жители города читают много и активно участвуют в различных мероприятиях учреждения. Чаще всего хочется что-то современное, разножанровое. Я, как правило, подбираю 2-3 книги совершенно разные. Дома перечитываю очень много. Если о любимых говорить, то у Глсорси, конечно. Сага форсайтов. В библиотеке я бываю нечасто. В основном как-то интернет или покупаем книжный магазин. В любом городе, где бы ни бывали, путешествия всегда без книжного магазина у нас не обходятся. Ну и с последнего, что на память приходится «Холодный дом» Диккенса, читала «Преступление наказания» Достоевского. Много раз перечитывала. Хотя тяжелое произведение, но мне нравится. Читаю я регулярно, потому что у нас образовался такой девический читальный клуб. Точнее, книжный клуб мы его называем. Мы собираемся каждый месяц, по очереди выбираем книги для прочтения и потом их обсуждаем. Там бывают и современные классики, и прям классика-классика. Вот сейчас читаем Достоевского, село Степанчиково. Его обитатели, по-моему, да, называется правильно? До этого читали Бакмана. Мне очень понравилось произведение. Бабушка просила прощения и велела кланяться. По-моему, так правильно, да? Очень своеобразная, с юмором, душевная, трогательная. Ну вот, из последнего я бы его отметила и всем порекомендовала его по прочтению. В библиотеке имени Маяковского каждый читатель найдет книгу по душе. В коридорах и залах представлены тематические стенды. Также продолжается акция «Книга – лучший подарок», в рамках которой соровчане могут принести в библиотеку свои издания, взамен взяв другие по вкусу. Для этого установлен специальный стенд в холле. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.